Вместо эпиграфа. Такую картинку вы очень часто видите у себя в кабинете, когда вы пытаетесь торговать на бегущих ставках, на терминале, в этом маркете, на платформе, торгуя со своего домашнего компьютера. Вы видите частые зависания, проскальзывания. Видите, на время ставка пошла, но ее еще даже не приняли. Просто висит у вас флеш-плеер в кабинете. Цена-то уже идет, цена уже прошла и вашу точку, и следующую вернулась, и опять пошла. А вы все ждете. И таких зависаний может быть очень много. И это связано и с техническими возможностями сайта самого брокера, и с техническими возможностями вашего компьютера, вашего соединения, дальности вашего компьютера от сервера брокера, на который приходят сигналы от вас. Вот эти бегущие дорожки, вот это, скажем так, успешная, в кавычках, торговля большинства трейдеров. Обновляем аккаунт, опять делаем ставку, выбираем пару, и опять хотим сделать ставку. Хлоп, и у нас опять висит флеш-плеер. Такова суровая реальность. И когда ставка принята, то вообще неизвестно, по какой котировке она зашла, вернее, неизвестно, потом высвечивается котировка, но уже поиск, как говорится, ушел. А это говорит о том, что в это же самое время, когда на рынке максимальное количество игроков, трейдеров, вместе с вами, буквально, можно сказать, по одному и тому же сигналу, ставятся тысячи ставок одновременно с вами. И вероятность прохождения, положительного прохождения вашего сигнала до сервера брокера, чтобы сигнал ваш был сразу обработан, и вы получили уже результат, скажем так, очень и очень низкая. Только те, у кого есть высокотехнические возможности для реализации, скажем, данной торговли, только те могут серьезно как-то влиять, участвовать и выигрывать в этой торговле. Поэтому вы сразу, можно сказать, изначально уже обречены на провал, обречены на прозрач. Вот, вы видите, опять несработка сигнала, опять перегружаем. Ну, это частные моменты, просто для того, чтобы еще раз показать вам, что такое частная торговля и что такое высокочастотный профессиональный трейдинг, и кто здесь выигрывает, и почему. И кто остается с прибылью, а кто заведомо, заранее еще не начал свою торговлю, уважил минусы. вот такая вот картина. Вы видите, уже больше минуты, сигнала все нет и нет, его не приняли и не приняли. Ну, это не торговля, это слив, однозначный, заведомый слив. Битингинвест представляет проект быстрые деньги на валютном рынке. Что это такое, немножко подробнее. Что является уникальным в данном проекте. уникальностью является высокочастотный трейдинг, применяемый нами на бинарных опционах, и автоматизация данного процесса. Самой главной частью данного проекта, нашего проекта, является четкий разработанный алгоритм. Уже давно известно, что на рынках присутствует следующая закономерность. Чем выше таймфрейм, тем выше трендовость последовательности цен. То есть, за ростом цены скорее всего будет следовать рост, а за падением падение цены. Но существует и обратное. Имеется в виду, что на более мелких таймфреймах будет преобладать антитрендовость или антиперсистентность изменения цен. То есть, подъем и спад будут чередоваться намного чаще, чем на старших таймфреймах. В частности, большую часть времени инструмент, на котором вы будете торговать, он будет находиться в интервале между лучшей ценой покупки бидом и лучшей ценой продажи астом. Поэтому здесь логично предположить, что высокочастотные роботы, которые используются в нашей торговле, должны быть контртрендовыми. То есть, покупать при падении и продавать на росте. Но и это не все. Это очень простая задача. Должны быть и такие роботы, которые умели бы торговать и, скажем так, в условном тренде или боковике. Поэтому под эту задачу были написаны индикаторы и сложнейшая нейросетевая программа, программа робот, так называемая, способная моментально обрабатывать сигналы индикаторов и моментально посылать сигнал на сервер брокера. В эту программу или этот робот была заложена торговая стратегия, скажем, даже целая торговая система, которая прошла проверку на реальных счетах и торгах неоднократно, и результаты которой вы могли видеть и у нас на сайте, и на ютюбе, и везде. Задачу также был поставлен еще и тот фактор, что сигнал от наших роботов не должен стоять в очереди у брокера, а обрабатывался бы, так сказать, в первых рядах. А так как мы понимали, что нашим роботам придется работать с устаревшей информацией, то они должны были еще и хеджировать друг друга при торговле. Поясним. То есть, когда торговля ведется в высокочастотном сегменте с одного аккаунта, допустим, торгуете вы одним аккаунтом, со своей одной учетной записи, то вероятность прохождения сигнала от вашего компьютера до сервера брокера, скажем, с выигрышным результатом в один и тот же промежуток времени, по вероятности, составляет примерно 50 на 50, то есть, пройдет, не пройдет, и не факт, шел хорошо, не прошел, проиграли. А когда в один и тот же промежуток времени посылается несколько сигналов с аккаунтов, то есть, компьютеров, принадлежащих вам, вероятность прохождения такого сигнала, ну, хотя бы от одного робота, аккаунта, вырастает многократно. Ну, это все равно, что стрелять из одной пушки по мишени или вести стрельбу с нескольких орудий одновременно, то есть, где больше вероятность, попадет один снаряд или выстрелите с 10 орудий, с 20, 30. Давайте пропингуем наш сервер, наши аккаунты. что на нашем сервере пинг всего лишь 6 миллисекунд, ну, а в среднем 3, 4, 6, это даже максимальное здесь количество, в среднем составляет от 3 миллисекунд, то есть, сами понимаете, что у кого больше вероятность получить обработку сигнала у нас или у вас, то есть, во сколько раз, и плюс в этом промежутке времени, именно 6 миллисекунд, торгуют все наши аккаунты, которые находятся на наших серверах. То есть, вы должны понимать, что, допустим, та команда, которую вы даете на, скажем, тех же бегущих ставках, нажимаете продать там или купить, выше, ниже, неважно, вот, от вас сигнал доходит, скажем, в 12 раз медленнее, чем наш сигнал. В 12 раз, подумайте, у кого вероятность больше на выигрыш, у вас или у нас, вот, или у остальных рядовых трейдеров. То есть, пока дойдет ваш сигнал, у нас уже обработан, уже выиграл, грубо говоря. То есть, вы посылаете сигнал, заранее, уже обреченный на проигрыш. И это так. повторный пинг на сервере показал от 3 до 6 миллисекунд. Ну, так оно и есть. Так оно и есть. От 3 до 6 миллисекунд обрабатывается сигнал. Вот это, скажем так, один из фокусов таких высокочастотной торговли, высокочастотного трейдинга. То есть, выигрывает тот, кто быстрее. Ну, и, конечно же, железо. Вот вы видите, конфигурацию одного из серверов. работают 8 ядер в таком режиме. 31 гигабайт оперативной памяти. Она может расширяться до таких пределов, каких нам будет надо. То есть, вы понимаете. сервера подключен по 1-гигабайтному потоку. И вот, технические задачи были решены самым лучшим и надлежащим образом. Все это вы наблюдаете онлайн. То есть, вот стоит дата 17 июня 13 года 1443 GMT. В окошечке мы можем наблюдать аккаунт. Заходить сейчас на каждый аккаунт я не буду, потому что они все настроены, имеют точные очень настройки. И сбивать их не нужно. За этим за всем следит оператор. Вот, вы видите, ставочка сыграла. Это работает робот. Мы ничего не нажимали. Каждый сервер можно отследить. Они все работают в многопоточном режиме. И мы можем видеть на каждом установленные роботы. Вот так вот проверяет оператор. Если где-то вдруг зависает флэш, его задача войти в этот аккаунт и возобновить работу флэша. Некоторые роботы автоматически могут обновляться. Некоторые еще не научили. Но тем не менее, за всей этой работой нужно следить. Робот, конечно, не может проводить такую аналитику, которую может провести человек. Но у него поставлены конкретные задачи, он с ними справляется. Все остальное, что может сбивать его торговлю, это только технические неполадки сети, технические внедрения своих ботов в систему торговли самих брокеров. Я же говорю, мы работаем не с одного аккаунта, мы работаем с нескольких аккаунтов. торговля успех или вероятность прибыльности нашей торговли обеспечивается десятками установленных роботов и аккаунтов. Грубо говоря, крепость штурмуется со всех сторон. Перспективы данного проекта очень широки, очень широки. Сейчас он нашел свое применение на бинарных опционах. Этот рынок очень широкий, спектр работы на нем очень широк. Но данная программа, данная разработка нейросетевая может применяться также и скажем на Форекс платформах. Ни один из статических линейных роботов такого результата на сегодняшний день еще не показал. или по крайней мере мы об этом не знаем. По этим же индикаторам, которые применяются при торговле роботами велась неоднократно торговля ручная. И вы видели ее результаты. и нас меня в частности часто спрашивают почему же тогда торговля роботами такой результативности не дает. Дело в том, что автоторговля и не может быть такой какой ее можно вести в ручном режиме. Роботу не дано право произвольно увеличивать прогрессию или сталку произвольно до той суммы которую он хочет поднять. То есть он ведет стабильную пластическую торговлю. В ручном же режиме торговля каждый определяет со своим уровнем риска и агрессии. Так как я могу себе позволить намного больше чем робот. поэтому в данной стратегии использовался скажем так агрессивный подход агрессивная торговля. Ну это не значит что вот такой результат скажем 10 тысяч евро из тысячи за 2 дня 19 тысяч за 3 дня это такое можно делать каждый день. Вы должны понимать что торговля на рынке в частности опционами или на форусе неважно где но вот именно такая агрессия она больше применима в опционной торговле это очень психологический груз нагрузка это огромная собранность это духовный настрой это заряженность постоянно на положительный результат человек не может постоянно находиться в таком тонусе в такой собранности подъеме но сама или скажем сама возможность работы ну и была показана что это реально что это не совпадение я же говорю количество моих выложенных стейтментов и результатов сети наверное дают мне право сказать что это не случайные попадания не случайные разгоны то есть велась на протяжении всего этого времени огромнейшая работа огромнейшая и агрессивные торговые результаты лишь подтверждению тому что на рынке бинарных опционов и в частности вообще на валютном рынке можно зарабатывать очень быстро и мне всегда хотелось автоматизировать данные процессы чтобы на личное или творческое дело оставалось у меня как можно больше времени а торговлей можно было заниматься только в удовольствие и не по необходимости поэтому хочу показать один из последних результатов скажем не было честно говоря желания его демонстрировать там еще что-то так как таково и есть работа велась торговля велась именно по сигналам выдаваемым роботом нашей нейросетевой программы вот только я же говорю ход на сталку делался исключительно вручном режиме начальный депозит вы видите был оставался там баланс 59 долларов 31 мая 12.46 GMT смотрим это тоже 31 мая 14 11 уже 573 я буду пролистать сразу по нескольку страниц потому что это очень большое количество сделок очень большое количество сделок нет возможности показывать каждую страницу это тысячи сделок 31 мая время 20.03 GMT вот скажем первая заветная тысяча с 50 долларов там как вы помните оставалось опускалась там потом было 20 до 40 но вот 31 мая 2003 было сделано тысяча долларов дальше события развиваются после выходных то есть это 3 июня 3 июня торговля продолжилась и ставим дальше 3 июня уже 6 40 утра по GMT уже есть на балансе 2000 долларов 2215 ставим дальше была просадка 1 2 2 1 2 2 2 5 5 5 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 Вот на 1509 было уже 4000 долларов. Вот на 1509 было уже 5000 долларов. 1738, 6000 долларов. 3 июня. Торговля закрылась, 7000 долларов было. Ставим дальше. Ну вот так, торговля закрылась. 7376 было. Вот 4 июня. Значит продолжилась торговля 4 июня. 636 было. 8000. Это очень сложная торговля. Здесь нужна быстрота реакции, быстрый анализ, собранность, психологическое спокойствие. Здесь нужно собрать очень много, кучу сразу факторов, чтобы вести успешную торговлю. И однозначно такую торговлю невозможно вести каждый день. просто невозможно. Вы, ну, должны чувствовать, когда можно торговать, а когда нет. Когда вы готовы, настроены результаты. Ну, здесь очень-очень-очень много всего. Поэтому сам проект и ставил такую задачу превратить такую торговлю в автоматизированную. И с чем, я считаю, на сегодняшний день вообще блестяще справляется. То есть система работает довольно-таки стабильно. Ну, бывают и не сбои, конечно, разного характера. Ну, на то есть оператор, на то есть их обслуживание. То есть и в целом роботы показывают очень хорошую торговность. Мы смотрим дальше. Это все 4 июня. Вот мы уже видим. У нас 11 тысяч на счету. 12 тысяч. 13 тысяч. Немного увеличим экран, чтобы было лучше видно. И продолжим смотреть. Нашу торговлю. Вот уже на 4 июня. Значит. 13.30. 13 тысяч долларов у нас. Доставим дальше. 14 тысяч долларов. 14 тысяч долларов. 15 тысяч долларов. 15 тысяч долларов. Просели. Немного. 15. И идем дальше. Да, это такая торговля. 15. Так же торговат роботы. только с меньшим лотом, с меньшей прогрессией, но все точно так же. И вот увидим, у нас 16 тысяч долларов, 16,390, 16,700, 17,000, 14,00. И конец европейской сессии, как вы видите, приближается конец европейской сессии, 17,918. И 19,057 долларов, 14,20 под GMT 4 июня. То есть вот буквально за два с половиной дня пришли к результату 19 тысяч долларов. Это третий стейтмент, который выкладывается именно по работе, по данной стратегии и по сигналам собственных индикаторов и роботов, выдаваемых нам. Хоть эта торговля и велась в ручном режиме, но тем не менее она все-таки велась с аккаунта, который был расположен на нашем сервере, а не на домашнем компьютере. Поэтому торговля и предполагала свою успешность. Но хочется добавить, что как бы нехороша была стратегия, как бы нехороши были индикаторы, как бы нехорош был робот, написанная программа, но положительная высокочастотная торговля может гарантироваться прежде всего только высокой скоростью исполнения приказов. Так как на рынке работает много серьезных трейдеров и высокочастотных роботов, и с ними нужно, повторюсь, конкурировать. И не просто конкурировать, а для того, чтобы заработать, нужно быть лучше. Ведь недаром все-таки американская компания Атлантик собирается вложить 300 миллионов долларов, компания Киберни Атлантик. Они вкладывают 300 миллионов долларов в прокладку нового кабеля между Лондоном и Нью-Йорком, благодаря которому у них сократится время транзакции на 6 миллисекунд. Всего лишь 6 миллисекунд. Но благодаря этому кабелю клиенты глобальной сети финансовой, GFM, то есть это трейдеры, банки, биржи, получат возможность получать информацию с задержкой менее 60 миллисекунд. Это именно те 60 миллисекунд, в которых работают обычные трейдеры. Мы с вами на домашних компьютерах. Кстати, чтобы не быть голослованным, давайте это и проверим. Вы уже видели, как я пинговал наши сервера и аккаунты, находящиеся на удаленных серверах. А теперь вы помните, что там пинг был от 3 до 6 миллисекунд. А теперь я хочу показать вам то же самое на своем домашнем компьютере. Это же можете сделать вы из командной строки своего компьютера. Пинг в до Бэтм Маркетс точка ком. Что и требовалось доказать. Средняя скорость 65 миллисекунд. О какой успешной торговле может идти речь с моего домашнего компьютера. Разница в 12 раз. В 12 раз медленнее от меня поступают сигналы на серверах брокеров, чем с наших аккаунтов на серверах у Англии. Вот. Вот вам доказательства всей торговли. И прибыльности, и успешности. И только на нашем проекте возможна реализация именно высокодоходного инвестирования в автоматизированную торговлю бинарными акционами. Только мы сейчас на отечественном рынке применяем высокочастотный трейдинг. Именно такого уровня. Теперь вы знаете во что и в кого вы инвестируете свои средства. И как они работают.